А не сыграть ли мне в государственную лотерею? Здравствуйте! Здравствуйте! Гороскоп мне сулит выиграть квартиру... Автомобиль. В лотерее автомобиль. И да поможет мне Бог. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я встретился с актрисой Ниной Вадимов. Будете бифштек с кровью, сказали? Нет, я буду. Помидорки черри. С базиликом. Все. А будьте свободны. Все, мы выбрали. Хорошо. Да, я послушаю. Мы будем эспрессо и латте. Большое или маленькое? Маленькое. Эспрессо маленький. И латте тоже, да. Хорошо, сироп, корицу. Вы закономо помните? Что еще раз? Закономо помните? Нет, все, не спрашивайте. Ну, ладенько. Приступим? Да, я хотела в Инстаграм. Хорошо. Выкладывайте в Инстаграм. Здравствуйте! Вы Инстаграмом заняты. Подали кофе. Макароны. Макарони. Сахар. Два кусочка. Непременно эспрессо. А вы будете сахар? Я? Да. Два кусочка? Нет, я буду все три. У вас три? Ничего себе, у меня почему только два. Между прочим, в Китае произошел случай. Одна девушка все выходные держала смартфон в руках. Ее руку парализовало, там какие-то воспаления, сухожилия было. Она не могла разогнуть руку потом. Ее вылечили, правда. Да. Все, ну просто это так красиво. Волшебный плюх. Ха-ха. Волшебный кофе с космической пеной. Да. Волшебный пудинг из Алиса в стране чудес. Что это? Панакотта? Панакотта. Из чего она сделана? Из волшебного молока, наверное. Такая штука смешная. Можно вас спросить? Скажите, а можно на 10-15 минут музыку сделать чуть-чуть потише? Нет, будьте здесь, я сейчас сделаю потише и скажу. О, нормально, окей. Спасибо. Нина Фагимовна, что вы скажете о сути бытия? И вообще, есть ли это суть бытия? Нет никакой сути бытия. Что за слова такие? Не понимаю. Хорошо, но что вы просто скажете? Скажу, что у отдохнувшего организма Имеются прекрасные вибрации. Эдакие вибрации радости. Прислушиваться к ощущениям, даже если в кафе вам захотелось танцевать. Вот, вот и вся суть бытия. Как быть счастливым? Радостным? Может быть нужна определенная зона комфорта? Допустим, здесь, в северных регионах, у меня нет зоны комфорта. Поэтому не радостно, грустно. Комфорт здесь вообще ни при чем. Это ваш мозг говорит вам, это комфортно, а это некомфортно. Все дело лишь в вашем отношении. А счастливым вы можете быть, если вы будете изучать эти волны счастья. Вопрос. Как найти в себе эти волны счастья и радости? А на это я скажу так. Кто ищет, тот всегда найдет. Да, я попробую панакотту тоже. Смотрите, она такая волшебная. Кажется, панакотту придумали итальянцы. Итальянцы вообще много чего придумали. Они знают вкус, как это, вкус жизни что ли. Вот у них больше волн радости, потому что у них... Потому что там солнышко больше, теплее. Солнце больше, у них горы, у них море. Вот зона комфорта. Зелени много, растет, много всяких вкусностей. Может быть, если бы я тоже был в такой зоне комфорта, я бы тоже был более радостный. Это вряд ли. И если вы здесь не можете быть радостным, то вы и там не сможете. Но там хотя бы теплее. Но я все-таки думаю, что лучше грустить в Мерседесе, чем в маршрутке. Лучше не грустить вообще. Но если грустить, то по-доброму. То лучше в Мерседесе, чем в маршрутке. Это аналогию я провел. То есть если грустить или не грустить, то лучше под солнышком, чем под тучами. Но это зона комфорта, кому-то нравится большая трансильванская погода. Это вы знаете, сейчас вы похожи на тех, кто винит в своих несчастьях окружающий мир. И начинается погода не такая. Нет, я не винил мир. Президент не тот. Страна не та. Вообще не та планета. Ну и понеслась. Но вы сейчас мешаете мух и котлеты. Понимаете? Грустить в Мерседесе или грустить в маршрутке. Но дело ведь не в Мерседесе, не в маршрутке. Суть о чем? О материальных благах. Даже не только о материальных благах, а об окружающей атмосфере. Почему именно в Индии больше всего таких вот этих просветленных, медитирующих, чем скажем Финляндии? Потому что в Индии тепло. Они могут сидеть на улице, наслаждаться природой. Но каждому свое. В Индии медитировать. В Финляндии, что они там делают все в Финляндии? Там тоже красиво очень. Да, там красиво. Ну вот, а там книги пишут. Что делают финны? Вы не знаете, что они делают? Водка финская. Все, и вы можете в Финляндии развиваться. И быть в Мерседесе, понимаете? Либо в Индии в маршрутке. Расслабьтесь. Что вы? В маршрутке Мерседесе, Финляндия. Сможете ли вы в данной минуте почувствовать свое тело и почувствовать ту поверхность, на которой оно сидит? И расслабиться. Даже с этой громкой музыкой. И пусть оно все подождет. Да, действительно. Когда у вас есть ощущение, что вы крутите землю под своими ногами, или своими ногами крутите эту землю, вот это и есть судьба тебя. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ